здравствуйте друзья вы являетесь свидетелем первой записи с поролончиком на микрофоне но света тут вот тут тебе и не тут мне и это карты и поперла когда ветра нет так лишь как люди могут сказать это из-за микрофон это из-за поролона вот а ты вот шоу можно сказать не подрываешь ну хорошо света посмотри на нашего зрителя поприветствует вот солнышко ты продолжаешь вес терять что с тобой происходит да да вот на радость хотя конечно бывают и огорчительные моменты но вверх не должен же стабильных каждый день снижаться мало того у нас же теперь есть психологический саппорт да тоже очень важно и нам говорят ничего у нас есть еще инструмент если что там где-то заклинит так что все в порядке все-таки настроение дорогого стоит хорошо так слушаю я хочу интересную сказать одно из открытий как бы этого процесса состоит в том вот для нас для меня тоже я все таки механистически это все понимал и может быть ты тоже но вот когда ты говоришь там вот посадить человека на 300 калорий даже на 600 конечно он будет худеть но я хочу сказать что вот и ты и даже я который вроде бы уже свое до худел но тем не менее я вот тоже за неделю там килограмм с меня сошел из набранного после окончания диеты вообще это вопрос очень интересный слушай но получается такая история что ты увеличиваешь количество калорий и при этом худеешь даже посильнее на самом деле интересно чтобы мы для себя открываем какие-то вещи новые да то есть казалось бы вот мы уже правильно питаемся да мы все уже делаем по калориям там и все хорошо и все 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 и как бы ты сам волен по этим калориям ну набирать то что ты хочешь причем в этом туля который мы пользуемся инструмент есть да в этом инструменте там они тебе показывают например что более предпочтительно что менее предпочтительно да то есть они тебя немножко направляют самим инструментом что ты выбирал более полезную еду то есть ты купишь например и выпьешь там кока-колы да да у нее будет эффективность там единицы ты говоришь про инструмент который называется лента стройности на сайте доктора гаврилова я хочу сказать что инструмент бесплатный доступный всем и как же помогает и там без подобная вещь насколько я вот небольшой любитель этого всего и насколько я как человек из области тестирования программное обеспечение критичный к качеству там и так далее скажу что я вам в восторге от этого сайта я очень много пересмотрела американских всяких тулов они тоже неплохие но вопрос в чем почему я не могу пользоваться американскими инструментами потому что во первых они все мерят в чашках и в паундах и я не могу все я не знаю что это для меня это каждый раз мука страшная понять ты не привыкла да по них понять сколько это грамм в этой чашки причем чашка того это столько грамма чашка этого этого столько грамм то есть это кошмар просто вообще они пишут капс да они пишут капс они пытаются облегчить людям ну не знаю тем людям которые привыкли мерить с чашками да мне нужен миллиграммах я не понимаю сейчас чашка вот потом значит у них нет такой еды как у нас ты смотри что творится я понял конечно конечно то есть когда ты заводишь то что съеденная да я например да удобнее заводить на русском когда еще я была на диете все в чем у меня обломилась есть такой сайт называется музыку за . да на чем я обломался я там уже 2 до 2 дня даже вносила свои скромные калории там чуть-чуть и считал то что там было легко вносить на всю неделю было все одно и то же там три раза в день почти одно и то но обломался на том что у меня была неделя должна была есть навяжий язык с салатом сегодня и когда я попытался внести говяжий язык пересчитав эти унции там в эти граммы да то она мне показала что на одну порцию даже в языка приходит 600 калорий то время когда на интернете там показывал что там должно быть 100 все а это я тебе сказал что так не может быть и пола да то есть в этом весьма и сколько калорий я говорю так не бывает которые вообще даже американских супермаркетах не продаются вообще по это они что в китайских или в мексиканском магазинах есть поэтому они так по боку там били что такое и получается что нет возможности ту еду который ты кушаешь то завести получить что-нибудь более какой-то нормально в общем-то все на наши вкусы причем конечно каких-то американских продуктов нету и приходится их заменять но мы же тоже понимаем что все эти инструменты это некоторая условность да что туда там есть калорий сюда ты все равно точно не посчитаешь уже не говоря о том что уже как организм будет усваивать эти калории вообще неизвестно то есть некоторые условные единицы которые помогают как-то оперировать вот поэтому мне все здесь удобно я могу там создавать свои блюда чтобы каждый раз не заводить у тебя камера стоит неровно она она под углом стоит относительно ручки я стараюсь с этим как нет ее канал вот здесь она здесь искривали на чтобы быть правильно вот так что я этим инструментом очень довольна и я можно сказать религиоз ли все туда завожу мало того не только свою еду но еще еду михаилов то есть я просто экскурсия сегодня завтрак я заводил вообще это очень удобно потому что ты начинаешь привыкать оценки на глаз сколько объем вот этот объем сколько там весу сколько там калорий и я на самом деле из того что сам завожу могу довольно точно на глаз прикинуть я хочу сказать одну очень интересную вещь мы поговорили с эндокринологом и он посоветовал михаила придерживаться 1800 калорий в день да а до этого я был а до этого мы там сами что-то придумали там 1200 1500 да то есть это стало на 300 калорий день больше то это серьезно и вот мы столкнулись с таким фактом что если мы выбираем всю полезную еду а полезные да это что это медленные углеводы это белки это жиры какие-то которые мы старались даже полезные жиры ограничивать то получается что нечего набирать эти калории потому что клетчатка сама по себе вот тазик и и съешь там будет 20 калорий все цитирую самого себя скажу друзья на квашеной капусте много калорий не дали не наешь поэтому получается так и я растерялась какой-то момент то есть получалось что я ему даю норму положено да вот белков углеводов и клетчатки а набрать вот эти 1800 калорий не остается да и мы пошли в разврат вообще какой ну как мы стали есть хлеб с маслом сыром я уже я не помню даже в обычной жизни когда мы не были на диете вы такое ели это было как-то уже чересчур причем хлеб мы берем ржаной такой сильно как сильно зерновой с элементами не новых ольняных семечек . да вот и миша я на так хорошо масло положу там сегодня я грамм 14 сегодня я съел на завтрак бутерброд очень интересуется что мы едим вот может надо было заснять ну ладно послушай уже снимать мы не будем сегодня у нас был очень большой завтрак у нас было грамм 200 по 200 на каждого это было вот салат из егенской капусты доме с огурцами еще немножко палитым совсем чуть-чуть льняным маслом вот от масла и калории чуть-чуть 6 грамм масла это очень не что вот потом у михаила была у него порция большая была у него была гречневая каша 100 грамм было 70 грамм от этого хлеба с маслом 14 грамм и рыбки 100 грамм и соленые 100 грамм лосося такого который мы сами хороший лосось так добрый кофе 5 грамм 5 калорий не на почти это все там груш я съел а еще груша съел да и у него получил сколько 600 калорий не не 600 400 этих 600 но зачем уж ты так меня там один бутерброд на 400 ну да там все калории были с этого бутерброда до кусок хлеба с маслом и рыбкой было 600 до мы рассудили так что сегодня выходной день обычно он есть четыре раза в день до 8800 а сегодня выходной мы очень поздно позавтракали наверно будем есть всего три раза вы смотри тут субботник да я расскажу анекдот про субботник значит в лесу субботник и звери прибегают к медведю а он за старшего ты мой образ прибегают медведя гать миша там косой там но он идет разбираться видит субботник сидит сидит заяц на пенечке значит и не работает он ему говорит а ты чё косой не работаешь тот говорит ягод миша не могу я сексуальный акт совершаю тот заинтересованно так спрашивает а как кого конкретно ты искать имеешь в этом смысле тот говорит а вот ваш субботник и имею да это друзья не как в америке нет здесь субботники очень эффективные люди добровольно выходят не добровольно принудительно тем отключим газ например да там а нет нормально так вот выходят волонтеры так так что света возвращаясь к диете внутри по 600 то что надо нормально вот экскурсия идет камера гоу про вот что она снимает у нее на макушке камера гоу про что она сейчас видит она повернута на нас но она вниз идет вот что ты снимешь так я думаю что на группу сзади снимает ну да ну как можно как может а сегодня к нам приедут еще штурманы в гости прорабы с бабой но я живу с женой женкой прорабы со спутницей с музой муза львовна так ну так что мы сегодня будем кушать дома так как же можно все прорабы не снять нет я имею ввиду еду хорошая волна ты знаешь приятно такая хоро да да сильно и так она знаешь красивая красивая этих штук очень страшно ездить там почему страшно штыру лишь тело вот и вперед наклоняешься а страшно ты едет быстрее ни у кого из них на лицах я не видел страха которые предпоследние она вот ее стойка такая все как она стоит она трусит просто по посадке но она высокая сейчас нас еще слева обгонят электрическая это субтильная видишь она вижу вижу да она высокая ей и страшно конечно не страшно так ну вот народ дайте я камеру подниму повыше красиво очень хорошо ну что идем дальше у нас задача не посмотреть друзья а походить ножками у меня на самом деле свет еще через ну не знаю там полчасика мы когда вернемся домой у меня будет запись с молодым человеком скайпе так что когда мы находимся на даче там ну на выходных у нас в это время зачастую проходят какие-то записи прямом эфире не прямом эфире просто просто в записи за записи в скайпе идет переписка вот сегодня у нас переписка была из двух сообщений пока с утра одно сообщение о том что мы с леной с мерседеса с менеджером мы с ней понедельник договариваемся записать интервью так что если вопросы есть задавайте прямо тут а еще у нас было сообщение вы в прошлую субботу или воскресенье когда мы были в гостях на увеник суббота ровно неделю назад вы были в гостях у друзей и ее спрашивает свет он спрашивает как ты так дух ухудела вся и света так конкретно формулирует там пару хохмачек и вот подруга у которой мы были в гостях рапортует что за неделю потеряла что 42 кило но это вода будет начали светит но все но тем не менее человек просто сделал там первый шаг чуть-чуть шажочек он сделал мы си пусинки вот и жаловалась ветра нет свои как дует интересно на можете я сейчас говорю и все пропадет туне микрофон закрыт но поглядим и вот нам с утра рапортует подруга говорит два кило потеряла продолжаю идти правильным курсом рапортовать дальнейшие победы вообще знаешь приятно когда такая поддержка вот и люди следует это очень приятно ну ну да то есть мы на самом деле как с тобой как побудители работаем то есть вот глядя на нас тег это я еще рыжий вот или лысый или вы начинает обрабатывать сейчас занимаясь слушаю всякие лекции да такое прочее конечно вообще мы очень мало знаем о полезном питании да и конечно это надо разбираться потихоньку углубляться да и заниматься этим то есть вот казалось бы я не закончил что мы начали есть вот эти вот и рода с маслом да у меня вес начал уходить вот тоже как-то я начала есть да и это вообще-то говорят совершенно я не ожидала этого нет никто не то есть может быть это очевидно для тех кто в теме но для нас с таким механистическим представлением меньше калорий сожрал значит больше веса ушло оказывается не не совсем так вот и худеешь ну конечно друзья мои увлекаться не нужно это еще вопрос количества это мы вы сами в поиске мы пока не очень здоровы и делиться рецептурой так просто мы ищем 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 не потому что в испании люди больше знают но потому что у нас тренинг такой будет недельный но во всяком случае вот я для себя слышишь две вещи очень вынес серьезно из всего этого первое что все равно надо разобраться однажды да конечно очень удобно ты идешь к профессионалу и он тебя лечит и он все делает и тебе не надо вникать и он знает на порядок больше чем ты все равно сколько бы ты не разбирался ну чего уже в конце концов но все равно надо разбираться хотя бы немножко надо разбираться самому дело в том что все равно реакция тела разная у всех вот это второе первое все равно надо разбираться хотя бы немножко второе надо слушать себя вот это слушать себя оно бесконечно важно потому что вот я например небольшой слушатель себя Я себя склонен уговаривать, что это нормально, это пройдет, это ерунда, это белость, побежали Надо слушать себя, не значит, надо быть мнительным, как бы экстрим, слушание себя Но надо слушать себя Это вот то, что из всех разговоров, которые у нас с разными людьми, оно сквозит оттуда просто, понимаешь? Надо слушать себя Ну, еще знать бы, что услышать в ответ, да? То есть, когда ты на весы становишься, ты видишь цифру, да? А тут надо немножко понимать Надо понимать, что вес не уходит каждый день Что он колеблется с определенной тенденцией и так далее Надо просто знать кое-что, да? Ну да Потому что, опять, механистически ты хочешь видеть каждый день Посмотри, как она голову положила, это вообще конец цвета Собачка Положила голову на колено Собачка, да Да, такая ласковая собачка Ну, идем Да Животное, а тоже, понимаешь? А, хочет внимания и ласки А кто же не хочет? Вот вопрос А животному легче дают, чем человеку Друзья, ну это же неправильно Это же совсем неправильно Ну, еще раз Надо любить себя и любить людей вокруг И чтобы они тебя любили в ответ, понимаешь? Чтобы ты получал вот эту долю благодарности и чего-то Надо отдавать в мир И тогда тебе из мира будет воздаваться Это правда Но собака в этом смысле, она потому и получает, что она беззаветная Ты знаешь что, я не знаю Наша собака не была беззаветная Вот у нас была собака, которая была у себя на уме Он очень радовался, когда его там будут гладить И он радостно прибегал, чтобы его гладили Но если у меня было плохое настроение Он совершенно не приходил меня утешать Абсолютно Лежал и смотрел на меня издали Да и все Ну, может быть, ты в плохом настроении И не так как-то его не радовала? Нет, просто у нас вот такая собака была Которая не склонна была Ну хорошо, не склонна Он где был сентиментальным? Нет? Нет, он, как-то же касался его Он был очень сентиментальным А он мог еще так подойти Так подпихнуть немножко Давай, мол, там Да, он очень рад Причем только вот, если его позовешь гладить, он бежал радостно засекло Да Ну вот это животное А тоже приятно, когда его гладят и чешут Конечно, конечно Конечно Ой, господи, какая худенькая собачка справа Пуделек Это не пуделек, это вот эти вот смеси Вот это да Ну, с пуделя с этим Лабрадуром Лабрадудл Лабрадудл, да Да Ну, не знаю Сейчас очень много разных Слушай, ветерок присутствует, вот скажи Да, да, сейчас вот ветер присутствует Посмотри вот на этот дом Света, расскажи про этот дом, который все время ремонтируют Да Да Это вот тут второй дом, покажи сначала его Вот этот? Да Этот дом Их было два таких дома изначально Но этот так и стоит, как был Да, этот так и стоит А тот перекупили Получили Снесли Снесли Получили пермиты все Да И на его месте построили вот немножко более современный Я сейчас микрофон поднесу Да Построили более современный Но дело все в том, что Они же купили не кусок пустой земли Они купили функционирующий дом Да И это уже стоило намного больше Чем кусок земли Да То есть когда мы бы строили эти квартиры Да, конечно, они лучше, чем квартиры в старом доме Хотя в этом старом доме квартиры намного больше Да По полтора миллиона Вот же девушка сидит Мы видели эту квартиру, где она сидит Видишь там на втором этаже Да Она стоила полтора миллиона Да И там три спальни и два туалета И так себе скромненько Скромненько И кроме того все это на шумной улице Вот она сидит там голая А здесь вот мы ходим и в общем провязываем Как-то мало у нее очень Вот Но самое главное, что то, как они построили, видимо, плохо Потому что дом уже второй раз закрывает пленкой И что-то там ремонтируют Я подозрела, что там протекло где-то что-то Ну слушай, но оно все время закрытое Вот сколько дом стоит Половину этого времени он на ремонте Да Внешнем Ну, послушай, пока есть гарантия Они должны починиться Потому что они там наломали дров Ранее Да Вот А потом уже будем надеяться, что люди будут участвовать Расскажи про эти цветочки красивые Посмотри, какая красота Да Расскажи про них Какие-то они Icicles Какие-то сосульки Ice flowers, по-моему Ice flowers Они есть очень разных видов Вот эти самые большие Крупные, да И они растут, вот казалось бы, что здесь влажные Так На самом деле они растут на highway, им вода вообще не нужна Да Они очень неприхотливы к воде Так И Поскольку они красивые Но растут почему-то все время у воды Нет, почему Или ты думаешь, что их высаживают Я их видела у highway Я тоже видел Но их высаживают, ты думаешь? Вот здесь они сами растут? У нас на бекярде такие растут А у нас на бекярде растут такого же типа Только самые маленькие И вдруг выяснили Они очень красивые, когда цветут Но цветут они недолго Нет, вот именно наоборот Они цветут очень долго Ну посмотри Они распускаются Послушай меня Это все-таки большие Большие Они распускаются, может, где-то в конце мая у нас Так Они еще не цветут И до сентября месяца Они все время приходят с новыми цветами Светик, ну сейчас середина апреля Да Где конец мая-то? Ну я говорю, у нас на бекярде А, те, что наши Да На нашем бекярде, друзья Климат другой Да, там было жарко Может быть здесь, ну да Так Не хватает чего-то, наверное Видишь, я смотрю, что те, которые вот на скутерах Они такие раздеты и все Им жарко А ветер, в общем-то, он нахолодный Ветер холодный Мы со Светой утеплились Я, в общем-то, нормально У меня просто лежит Давайте я вам себя покажу А то вы даже меня и не видели сегодня Вот мы со Светой вдвоем идем, пожалуйста Вот ваши блогеры Я в кепочке такой Но дело не в кепочке А, чтобы лысину не застудить А дело вот в куртке Там под ней ничего нет Но просто от ветра Нет, ну это очень теплая Теплая, ну так сказать, так и не дует Нет, у меня тоненькая курточка Тут даже подкладки нет Подкладки нет, да Просто флисовая Да Как по-русски это называлось? Я даже не знаю Не флис? Это не флис, это было слово Ну это вяленое типа Ну не вяленое Не вяленое Не вяленое Это не вяленое Было слово Я думаю, что у них все флисы Но знаешь, когда мы езжали Такой акула флисы не было Поэтому это новое слово Ну было типа Я не помню, как он называл Ну что же Мы сейчас вот погуляем И на запись, на рекорд А потом к нам приедут гости Вот так насыщенно, друзья Мы и живем Здоровенный такой парнища, понимаешь Я думаю, что я тоже так хочу А, видела, какой ходил? Видимо, друзья Я даже молодой, как ты был другого плана Ну это больше так попробовать Что я? Ну такой, больше, как кузнечик Я был кузнечик? Ну и так что Попробить, раскатать Так, оказывается я кузнечиком был, друзья Вот так вот узнаешь-то Спустя столько лет Красиво, а? Свет, скажи Это просто Вообще, вот это вот, конечно С этого места всегда рисуют акварели Потому что заливы, деревья там Это просто не особенный персонаж Да Ты знаешь, большое достижение Вот эта камера Sony X3000 Sony FDR Вот, которая у меня сейчас В ней встроена Оптическая стабилизация И если бы я сейчас снимал Вот на Мою предыдущую камеру GoPro Третью То все бы тряслось Как я не знаю что А здесь тряска Ну, можно сказать, что минимальная А можно сказать, что практически вообще отсутствует То есть Очень-очень стабилизировано все На порядок лучше картинка А? Ты хотел ее сдать А она тебе чем-то не понравилась Я не был с ней абсолютно хэппи Но В итоге привык Знаешь То есть Я скажу так Она мне не нравилась Эта камера Не совсем нравилась По сравнению с тем идеалом Который я нарисовал в своем сознании Но если сравнивать с теми камерами Которые реально были И вот На что можно было бы заменить Получалось, что не на что И Так вот и осталось У тебя какая-то ручка новая Я просто тут дома забыл А это тренога? А это просто тренога, да Я Прикрутил треноги И несу за треногу Но тренога такая маленькая и легкая Что В общем-то и ручка никакая не нужна Ручка просто удобнее в кулаке там Зажимается Нет, ну тут достаточно удобнее тебе Так Так Я думаю, что нашим зрителям надоели наши прогулки Все одно и то же, одно и то же Ты знаешь, если бы зритель смотрел все время одно и то же Но разный зритель приходит, уходит Меня, например, потрясает, что Уже Полтора месяца, как я не нахожусь на диете То есть вот представь себе, что Я начал терять вес Ну, грубо говоря, с первого декабря Да? Грубо С первого декабря То есть декабрь, январь, февраль, март И полуапреля Четыре с половиной месяца, как я теряю вес Приходят люди и говорят Ой, Михаил, вы так похудели Не заболели ли? Причем сразу у них первая мысль, что заболел Ну да То, что сбросил специально, это не приходит в голову Но, слушай То есть люди четыре месяца не заходили И поэтому Ну, спасибо, что зашли Так я же не о том Я говорю, что Чтобы достать народ Проходом по одному и тому же месту Это нужно, чтобы они Все подряд смотрели То есть такие тоже есть Но надо сказать, что у нас Когда мы по этому месту проходим У нас все время разный разговор Света Кроме того, они же не то, что впились в экран Они там готовят Что-нибудь такое делают А в бэкграунде где-то там Телевизор, может быть, или там Какое-то устройство Нет, ну сейчас у них и подожди Давай два обратных Так, в этом месте, друзья Мы разворачиваемся И начинаем движение в обратную сторону Давай, Света, в обратную Говори Я говорю, что самое занятое время Субботний вечер Дети Нужно почитать книжки Побыть с детьми Что там нас слушать Называется quality time Да, да, что нас слушать Одно и то же Конечно, океан, вот я говорю, он не бывает одинаковым Да И мы получаем удовольствие Каждый раз, когда здесь идем Вот в прошлый раз мы ходили Не было цветочков таких Да Мы-то получаем удовольствие Но я вот не уверена Сейчас зрители как-то Светик, у зрителей есть Много степеней свободы Например, можно вообще не смотреть Ну да Можно не смотреть на картинку А слушать звук, например Можно слушать звук В два раза быстрее, чем мы говорим Представляешь, какие у них возможности? В машине есть такая фишка Которой мне очень не хватало Так Она туда вставляет просто обыкновенную флешку С mp3 файлом Да И нажимаешь кнопочку multimedia И она начинает играть Так И я уже чего только не делала В старой машине Чтобы найти это все Но она старая Она с 2008 года Так И там такой фишки не было И мне приходилось Каждый раз, когда я хочу что-то послушать А я слушаю в основном не музыку А ну, какие-то разговоры я слушаю Записи Да Мне приходилось это все записывать на диски Да На аудиодиски И слушать диски И слушать диски Ну, согласитесь, что это дополнительная работа У меня, конечно, этих дисков очень много было Так Я их меняла Там в зависимости от того А где они сейчас? Все сохранились? Да, они сохранились Они в гараже лежат Специальные в таком пакетике Да Но ты не слушаешь там через год снова Ты знаешь, ну, в очень исключительных случаях Ну да Но у меня даже есть такой софтвер Я купила его Давай я покажу вас здесь красоту Так, говори У меня есть софтвер, который я купила И все Которые переводят вордовский документ в звуковой файл А именно вордовский? Да, он 5DF не переводит, только вордовский Так, вот дает И он, конечно, по-английски читает намного лучше То есть там он читает практически как живой человек А по-русски немножко читает как робот Но с другой стороны, если я еду куда-то Да Так это давно, у нас уже пару лет как Ну да, но тогда мне нужно было все Сначала вот я просто говорю об объеме работы Книжки он читал тебе Ну, сначала перевести его в mp3 формат Потом записать его на диск Потом это диск с собой взять Так А сейчас это просто mp3 все на флешку поместил И никаких проблем Хочешь, утер, хочешь, поместил То есть мне не нужно дикое количество этих дисков таскать с собой А мы не можем, Света, к твоей новой машине Как-нибудь обращаться по IP удаленно Нет, ну у машины же нет интернета К телефону можно обращаться наверняка Так То есть там телефон Ну вот к Тесле можно по IP Ну, потому что Тесла более крутая машина Ну, я думаю, что меня пока что это устраивает Она из первых впечатлений Она очень хорошо ведет себя на дороге Я еще не приспособилась к переключению Этого самого вида У нее 360 обзор камерами со всех сторон 360 градусов Но когда она задом едет Она сама включает все камеры А если, например, я хочу в гараж заехать То она по умолчанию не включает Она ее на камеру Она может видеть, что я вперед еду и все Поэтому нужно специально переключить это все Ну, у меня еще нет такой степени автоматизма Вот, но как-нибудь так переключить Но есть энтузиазм Да, да, мне очень нравится, что она оказалась еще меньше, чем моя предыдущая машина По размерам То есть у меня в гараже стало гораздо просторнее Так Вот Но, тем не менее, она огромная И внутри какое-то ощущение пространства, что она большая Так Багажник огромный И вот когда Саша, наша внучка, сидит на пассажирском сиденье С 11 лет можно, да, на переднем Даже раньше Даже раньше Вот Саша Из тех фишечек, которые у тебя есть Ей что-нибудь нравится такое? Ну, Саша тут же включила музыку, да И там заиграла Я еще с этим тоже не разобралась Потому что я не очень То есть Саша разобралась быстрее тебя с музыкой? Нет, нет Я просто не слушаю Я не люблю слушать музыку Да Как-то я еду Я слушаю, скорее всего, тексты Так Но там, значит, оказалась подборка альбомов по годам прямо То есть там уже много музыки записанной Да Причем это не радио, это именно музыка Это музыка там 50-х, 60-х, 70-х Качество хорошей записи 80-х Я сильно не слушала Для меня была большая проблема это выключить Так Потому что Саша включил это все И ушла А как выключить? Я еще толком не разобралась Так Вот поэтому Слушай, эти цветочки под цвет твоей курточки Наверное Да, очень красиво Так, а у меня и ботиночки под цвет И ботиночки, друзья, и ботиночки под цвет Да Так Вот, так что Мы потихонечку будем ее осваивать, конечно Ну так хорошо, Саша с музычкой Да, причем она сказала Ой, она Джон Досен, она сказала Ой, это у папы то же самое играет Так что То есть она знает Джо Досен Она не знает Джо Досен Она сказала, вот эта музыка играет у папы Так Вокруг реальная И она говорит, ой, гаражная дверь закрывается То есть это для нее было прикольно очень И действительно видно, что ты выезжаешь от мимо там всех коробок Мимо всего То есть у ее папы нет такого машины Нет, я думаю, у нее тоже сколько-то лет У нее такая новая У нее хорошая машина там, у нее Ауди Но Ну да, не из последних там Нет, ну понимаешь, конечно, машина становится все круче и круче Каждым годом, конечно Если ты уже год прошел, уже она не такая крутая Но пока что мне вот те фишки, которые есть, они меня устраивают Я, конечно, буду ждать, наверное Такую машину, которая будет сама ездить Это будет еще круче Да, автопилот Да, к 20-му году обещали Обещали, что к 20-му году Многие компании, которые традиционно делают автомобили У них появится много электромобилей Еще говорили, что где-нибудь к 20-му году Уже будет разрешение у них На то, чтобы без водителя ездить Ну это прикольно А вот мне в рельсе сказала Ну неизвестно Я вот не знала этого Она мне сказала Она хочет купить маленькую Теслу Да Вот И она сказала, что оказывается Если у тебя электрическая машина или хотя бы гибрид Да То ты можешь ехать по карпульной полосе У нас тут, да И для людей, которые ездят на работу Это, в общем-то, сильный стимул покупать именно такие машины Хотя гибриды у нас не безумно популярны, я не знаю Ну, если ты ездишь в трафике все время, да, и в рабочее время Ну, какая-то ты есть как раз Да Вот это ограничение Она сказала, что она специально сделала тоже Тесловская Я говорю, что мне все равно, я заправляюсь раз в месяц Я же мало, мне совершенно все равно А гибриды полно любых Ты можешь взять там какой-то вот даже Fiat 500 есть гибрид Ну, у меня гибриды так есть, но она хочет Тесла Понял? Вот, она хочет Тесла Я говорю, что именно Тесла Вот, потому что мне очень важно ездить в карпульной полосе Сейчас в Китае начнут сделать электромобили Вот тогда будет уже Ну, посмотрим Ничего страшного, ничего страшного Везут Да Хорошо Ладно, Света, так мы все обсудили Да, я думаю, вы исчерпали свой лимит На разговоры Да Могу сказать только вот Что из наших последних тем У нас там начались проблемы с тем, чтобы снять дополнительное помещение На втором этаже То есть сначала проблема была в том, что нет подходящего по размеру Потом обнаружилось, что есть вот это вот на втором этаже, но там размер существенно больше Тогда я подумал, вот мы туда посадим стартапы, раз место дополнительное Потом они нам отказали Потом В общем, сейчас еще есть два помещения В одном я уже написал оффер, только его еще не приняли А второе помещение в понедельник я должен пойти посмотреть Мы договариваемся, что в понедельник пойдем его глянуть В общем, такая вот история Все не просто в этой жизни, друзья Нет, не просто Но когда посыл есть То вопросы решаются Смотри, как красиво поле вот этого в цветах Да, да Очень здорово Дикое поле Да, вопросы решаются Во всяком случае, такие, как снять помещение В общем-то Пока, слава Богу, решаются Ну, это вопрос денег, конечно Ну, да, но у нас же не вопрос денег Мы готовы были заплатить И они вдруг нам говорят Снять можете, но Только чтобы студенты туда не ходили Ну, да Отлично, ё-моё Так А вон змеи летают Я не знаю, будет его видно, нет? Я думаю, что змея, если даже видно, то он очень маленький Ну, такой, да Мне издалека Он напоминает американский флаг По расцветке Но я без очков и как бы деталей не вижу В общем, друзья Мы с вами потопали по Америке Это на самом деле то, что у блогеров есть А, допустим, профессиональные телевизионщики там Они это вам не покажут Даже не потому, что они там не могут пройти вдоль берега И поболтать Просто потому, что им никто не заплатит за это Ну, просто очень дорого Показывать, скажем По каким-то каналам Показывать там полчаса какую-то прогулку Понимаете? Это безумных денег стоит Вот Даже если вы и хотите посмотреть То, в общем-то Там по другим правилам Делается Формат другой Вот А мы, пожалуйста Выбирай на вкус Одного блогера 21 121 Можно иметь 121 И ни одного не смотреть Вот такие бывают Возможности В сегодняшнем мире Вот Так что Надо пользоваться Хорошо И я хочу сказать Друзья Под завязку Для тех, кто дослушал Что Мы очень со светой признательны Вам За то, что вы нам даете возможность Самовыражения Возможность, которой у нас не было раньше Так что Я тут недавно обнаружил Последнее, что я сегодня скажу Я недавно обнаружил Своё самое первое видео на Ютубе Оно было вывешено в начале декабря 2007 года Но не на этом канале А на школьном Который называется Портновскул YouTube.com Слэш Портновскул И вот я там читал какую-то лекцию О поиске работы Порезал на кусочки И вывесил там три кусочка И вот это было в декабре 2007 года Более 10 лет назад Так что Вот наш канал Вот этот Появился чуть позже Но, во всяком случае Мы Уже 10 лет на Ютубе И остаётся какой-то Рекорд такой Знаете Смотришь на себя Десятилетней давности И думаешь Чигай себе Оказывается И вот так Бывает Вот И Хорошо, что мы Видео снимаем Где-нибудь года С 95-96 На видеокамеру Света увлекалась Я нет Но Света И вы иногда видели Там какие-то фрагментики Маленькие Мы вам показываем Из того, что осталось Там есть Довольно много Отснятого Не переведённого В цифровой формат Мы ещё переведём И может вам покажем Тоже Так что А вот YouTube 10 лет в Ютубе 6 с лишним лет Вот тот формат Нашего канала В котором мы сегодня С вами находимся 6 с лишним тысяч Видео На канале Голос Силиконовой долины Страшное дело Вот И постоянно Возникают люди Которые пишут Какие-то комментарии Оставляют под видео Там Пятилетней давности Двух Трёх Четырёх Смотрите Как девочку моют Света Смотри Как моют ребёночка Хорошо Да Шикарно Да Друзья Чтобы деточку помыть Надо иметь Деточку Ну давай Вот Так что Это Марина Нет Это штук А окей Это гости к нам едут Едут гости? Едут Едут Хорошо Идём возвращаемся Запишем Я видео запишу С товарищем Нам нужно съездить В Ливсе Мы будем Браун рис На обед Да Сварим браун рис Хорошо А у нас дома нет браун риса Дом это и есть Здесь у меня Здесь нет Надо сказать Что вот Обнаружилось Что в этих вот В ленте У доктора Гаврилова То ли мы не научились Пользоваться правильно Но там нету Некоторых разновидностей риса Которые есть у нас в магазинах Да Они же делают По своим реалиям В принципе разница Вот ещё раз Нет Ну чёрный рис Надо понимать Что это всё условно Чёрный рис Отличается От коричневого риса Небольшим количеством Но мы понимаем Что это условности Отличается Ну как мы поставим Место одного риса А рис Который у нас Называется Вайлд райс И он всюду продаётся Значит Там нету Вайлд райс Там идёт рис Рис коричневый Но рис коричневый Это браун райс У нас это красный Называется Как это? А браун? Вот смотри В смысле? Тот который у нас браун Это он у них называется Вот этот серый рис Который у них называется Бурый Бурый? Бурый Это то что у нас называется браун Ну самый популярный Да Браун райс У нас еще есть красный, а он такого ярко-коричневого цвета, то есть красным его назвать, конечно, нельзя, но он ярко-коричневый. Еще у нас есть абсолютно черный, причем я была просто удивлена, я его купила, он таки, да, черный, мало того, он не вываривается, становится светлее, когда варится. Он таки черный-черный, но ты ел нормально. Отличный, отличный, очень хороший ред. Вот, а еще у нас есть вайлд, в котором все перемешано, и браун, и черный, и красный, и как вы хотите. Он специфический очень. Ну, нравится тебе? Очень, очень, он обалденный. Ну, мы можем такого риса победим. Дело в том, что при нашей ограничительной диете, когда мы стараемся быть, он не есть, фактически все упирается вот в разновидность этих рисов, рисков. И в это самое кино, которое мы не очень уважаем, она такая горьковатая. Она не идеальна, мне можно иногда. Ну, да. Ладно, Света. Сегодня мы будем готовить курицу. Я уже замариновала ножки куриные, но я еще не решила, что с ней делать. То есть мы хотим все-таки, чтобы это было не так жирно. Так. Поэтому, скорее всего, мы сделаем ее в мультиварке на пару. Так, может быть, заснять и показать людям? Ну, можем высказать и показать людям. Так. Хорошо, друзья, мы с вами прощаемся на солнечном берегу Тихого океана. Где скелет? Вот, вот, вот идет девушка. Где? Нет, на костюме нарисован скелет. А, я думал, девушка вполне упитана. Нет, я всегда. Да. Скелет, скелет, где скелет? У нас тут скелеты не очень. Очевидно, соревнования какие-то. Ну, там и табло, что-то покажу. Ну, да. Вот тут табло, эти палатки. Вот эта вот серферская ассоциация. И там, видимо, здесь обычно судьи сидят. И там табло с часами, да. Да, вы видите, тут идут соревнования. National Scholastic Surfing Association. Вы видите, что тут такое. Вот расписание, кто, когда карандашиком так подписано на ходу. Вот идут соревнования. А и тут детишки, видишь, дети. Сколастик – это когда изучают. То есть, видимо, имеется в виду? Это, видимо, для тех, кто в школах учится. Не знаю. Может, в местной школе урок физкультуры проходит? Света, вряд ли урок физкультуры так проходит. Это чересчур. Ну, у меня в свое время, когда я училась в школе, у нас был урок физкультуры в бассейне, в открытом, в Киеве. Верно. А вы на лыжах ходили, на физкультуру? А ты знаешь, что в Киеве мало было снега. Какая вещь, Света? Какая вещь? Ах, ах, ах. Надо хозяина, чтобы он рассказал. Боже, друзья, какая вещь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова